добрый вечер дорогие братья сердца с вами священник константин мальцев позвольте вас всех поздравить с праздником покрова пристой богородицы искренне вам от сердца желаю чтобы царица небесно покрывала ваши семьи птичей всю вашу жизнь святым афором ну конечно мы должны прилагать усилия для нашего души спасения искренне благодарю вас что вы сейчас смотрите этот эфир будете задавать свои вопросы по мере как буду успевать буду отвечать не торопясь как обычно напомню что я стараюсь выходить каждую субботу в 9 вечера на этом замечательном проекте где очень много умных и грамотных батюшек наш замечательный проект батюшки онлайн что бы я еще хотел сказать относительно этого проекта этот проект дает возможность человеку который не сильно воцерковленный порой даже стечняющиеся свои веры найти ответы у грамотных священников на те вопросы которые беспокоят его душу замечательный проект рекомендую вам подписываться следить батюшки все более и более активизируются я думаю вы найдете для себя на этом замечательном проекте достойного пастыря которому доверите вести свою душу богу ну давайте начнем отвечать на вопросы с праздника с праздника с праздником почаще выходите в трансляцию ну давайте я сразу пообозначусь меня хорошо слышно ну вроде слышно трансляцию я выхожу вот здесь и по воскресеньям на контакте социальной сети со своей страницы личной там меньше вопросов задают потому что меньше людей я успеваю раскрыть тот или ответ на тот или иной вопрос гораздо больше расширений поскольку есть возможность не как вот здесь быстро 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 нужно максимум дать ответ потому что многие обижаются что вот батюшка не прочел мой ответ в связи с этим я также вас прошу если где-то не ответил на чей-то вопрос продублируйте я постараюсь ответить также эти трансляции которые я веду потом я их выкладываю на свой youtube канал называется богалю православный youtube канал богалю священник константин мальцев может быть кто-то захочет другие эфиры посмотреть или какие-то другие сюжеты ну давайте господи благослови завтра память брату как 14 лет день рождения как мне поступить ну поздравить конечно если я так понимаю он жив потому что вы не написали что он усопший значит поздрать его много лет ему подарок сделать конечно для православных христианина более значимые именины я считаю но это мое частное мнение что день рождения это больше праздник родителей потому что господь им дал этот дар чадородия в большей степени это их праздник и счастье что у них деточка появилась но тем не менее быть воспитыми добродетельными скажем добродушными людьми мы конечно обязаны поздравьте и вот меня поздравьте многое лето можно ли молиться своими словами можно молиться своими словами но сделаю одну ремарку что такое молитва это беседа наша с богом богородицы святыми но порой мы можем перемудровать или что-то не нужно и лишнее сказать поэтому конечно лучше пользоваться теми молитвами которые уже многими веками многими святыми людьми пережиты и сформированы но для начала можно как бы и своими словами обращаться ко господу главное чтобы это было от сердца от чистого разума добрый вечер спасибо господи дальше дальше сейчас ищем как попасть в рай есть один изумительный способ но он очень тяжелый господь сказал не суди не судим будешь то есть ты избежишь суда если не будешь судить это вот скажем так самый идеальный простой ну как сказать простой не простой потому что каждый день у нас вот эти есть искушения чтобы осудить там или каким-то образом оступиться в этом если более расширенные взять есть у нас светхозаветные заповеди которые господь дал Моисею Буговицу на Синае и новозаветные заповеди это заповеди блаженства и соблюдая заповеди то есть закон нравственный данный богом нам мы можем обрести рай ну во всем должно опять-таки быть благоразумие потому что мы помним что субботу когда господь пришел во человечество то суббота была доведена до абсурда вспомните когда господь воскрешал исцелял субботу то его за это еще обвиняли и обличали он говорит не человек для субботы а суббота для человека то есть должно быть благоразумие но сегодня у нас не суббота а воскресенье потому что господь для нас стал пасхой поэтому для нас сегодня воскресный день более значим чем субботний так у двоюродного брата дочку назвали случайно лилит родилась такого такого года это что может значит назвали назвали конечно я вот не буду обманывать я не знаю есть ли такая святая лилит но если есть замечательная небесная свою покровительница если нет то то при крещении батюшка наверняка дал бы имя святого и молитесь за этого ребенка а относительно вот этой нумерологии всякой каббалистики и тому подобное там совпадение каких-то цифр к этому привязываться не нужно мы живем с богом с богом а не с цифрами далее рождение память брату как чиновник день рождения память память брату ну я так понял что он почил если память брату значит заказать панихидочку вместе с батюшкой в храме помолиться и какие-то может быть добродетели сделать в воспоминании его чтобы так же по этим посредством этих добродетелей призвать на людей помолиться так так это я уже ответил так ну не случайно просто знаю о том какими красивые ну может быть красивые ой спасибо господи не буду этого читать знаете вот я хочу попросить не знаю многие с этим батюшки согласятся конечно приятно когда-то когда вы что-то доброе там говорите комплимент говорите может быть по-человечески это приятно но с другой стороны мы все наши дела все наши какие-то заслуги в первую очередь должны приписывать Господу потому что без воли Божией без его промыслительной заботы о нас ничего бы у нас не получалось и наша физическая красота не была может быть так кому-то привлекательна поэтому призываю вас меньше меньше хвалить а больше молиться за нас потому что мы тоже нуждаемся в вашей молитвенной поддержке он жив ну тогда многое лето я простите не быстро читаю чтобы отвечать и остановились на каждом вопросе но если жив слава богу многое лето ему можно ли молиться своими словами ответил дальше батюшка так батюшка как молиться о тех кто покончил жизнь самоубийством если это психологически психически человек больной был у психиатра состоял туда же его можно отпеть а если это не такой случай но какие-то сугубо обстоятельства были этому пришествовали ну допустим как группы смерти были человек доведен ну какие-то сугубо оставят то пишется письмо правящему архиерею вашей епархии если он благословит его можно отпеть и потом молиться на богослужениях в остальных случаях к сожалению недопустимо есть акафист о сродниках самоубийцы чтобы их молитвенно поддержать это да так умерла у меня мама 37 я каждый день читаю канон за единого умершего молодец так божьей помощи вам так ну конечно батюшка как быть если любишь любовника ну как быть тут два варианта или же с ним сочетаться опять-таки если у него он скажем так одинокий а если у него семья нужно понимать что на чужом горе счастье не построишь поэтому нужно конечно оставить его как и на гря любишь отпусти на грех был дай никто не отменял и за него придется расплачиваться не дай боже нашим детям поэтому молитесь в этой ситуации лучше конечно молиться Марии Египетской которая преодолела эту блудную жизнь и в лике святых просияла как вы думаете мама похоронила двое детей но ни разу на кладбище не была после предания земли это нормально но я не могу сказать что это катастрофа плохо с другой стороны если она на них молится самое главное молиться о душах а не прописаться на кладбище для чего мы идем по сути на кладбище чтобы поухаживать за могилочкой чтобы она не заросла и чтобы помолиться если есть рядышком храм так еще лучше если вы помолитесь а нормально это не нормально нужно вообще понимать что такое норма норма это общественно признанный какой-то критерий но если у нас раз в году на Радонницу в основном ходят на кладбище это в общем понимании норма если у вас есть возможность чаще поехать помолиться и поухачь за могилкой это лучше другая норма поэтому судить ее в том что она не может пойти на кладбище ну не нужно этого делать не суди не судим будешь призвать можно поэтому тут может быть ну два года я не знаю я не берусь так высоко оценивать ее поступок и я мог бы за себя ответить что я гораздо чаще выходил батюшка как понимать поминать сестру близнеца умершую при родах ну в первую очередь молитвой поминать что телу уже как мы понимаем бренно ничего не нужно а душу подержать нужно мы немножко путаем особенно русские люди поминания термин у нас сразу ассоциация выпить закусить но это глупость даже первые христианские времена взять откуда вот вообще какие-то упоминания как бы поминках тогда не было такого понимания люди подкрепляли свои физические и духовные силы какой-то пищи потому что они всю ночь трудились скажем так захоранивали своих братьев и сестер во христе убиенных за христа да и подкрепляли свои немощи а вот таких как у нас сегодня за столе попойка этого не было оно по сути не нужно что мы подкрепляем чревоугодие свое поэтому в первую очередь помянуть молитвой и муж какую-то милостенькую раздать вот это было бы наверное самое правильно так не хочу ее дочь вижу прими господи ваш труд по славу боже чтобы ездить батюшка ребенок 18 месяца наверное девочка на вечернюю службу приступила порог к алтарю ну если она на солью зашла это один вопрос как бы это еще не страшно если в алтарь зашла то конечно тут уже дело настоятеля как бы женщина даже если это девочка как бы недозволительно в алтарь ходить у нас может только в алтарь войти заматерела скажем уже в монашеском постриге женщина уже по преклону возрасте и монашествующая в остальных это уже недопустимо как бы ну там освящение хотя бы иерейским чином храма должно совершаться так тяжело людям прощать пока сами не уверяют не уверуют жертвенную кровь из Христа понимаете вот если позволите чуть-чуть я сделаю акцент вот все говорят не могу простить не могу простить а задайте себе вопрос вы когда идете на исповедь вы чего говорите господи прости меня получается лицемерие вы сами не простили а просите прощения у Бога господь человека любит он простит но разве ты не хочешь ответить тоже монетой скажем так ты прощаешь тебя прощают а в первую очередь господь а он сердцеведец поэтому у нас должно быть чистота сердца не лицемерие ты ты пока батюшка там господь убирает соболезнов добрый вечер добрый вечер добрый вечер добрый вечер так так ты куришь скажи честно нет не курю ни в коем случае если если хотите я вам честно признаюсь я вот мне 33 года возраст Христа я своей жизни курил одну неделю полторы недели получается десять дней на спор я поспорил за деньги и курил честно говоря я выиграл спор но тот плачевный греховный опыт я вспоминаю каждый раз и очень жалею что я вообще поспорил мне лет наверное шестнадцать было поэтому я с большим духовным и физическим отвращением вспоминаю что я оступился в этом грехе поэтому говорю честно нет я не курю не дай бог знать таких священников которые курят батюшка помолитесь снова пристальные они пять деточек осталось подкрепьё господи так спасибо за ответ смотри смотри так день сколько раз молиться молиться как апостол Павел сказал молитва наша должна быть беспрестанной как минимум утром и вечером утреннее правило и на сон грядущий а все остальное уже по силам возможностей или по благословению вашего духовника с праздника с праздником ой новый батюшка ну уже не новый уже трошки старый может ли после причастия прикладываться к руке священника а почему нет вы так вы получается такие святые что боитесь оскверниться ну это немножко наивно и глупо ну вообще вопрос нередкий спрашивают также можно ли прикладываться к иконе кресту ну вот смотрите мы причастились пустили свое сердце и душу в духовном плане как минимум господа посредством причастия господь совоскресил нашу душу обновил для добродетеля чтобы мы вышли из храма после того как соединились с ним изменили свою жизнь потому что каяться в своих грехах и повторять их это ну скажем по мере малое каким-то таким маленьким меркам неприлично по большим это губительно вот поэтому если мы каемся хотя бы в одном мы должны мы каяться и больше его не повторять вот а относительно после причастия вы же отошли запивочку запили уста ваши платом протерли то есть никаких проблем нету уже вы нигде не оставите даже если капелька на губках у вас осталось причастие поэтому к иконам прикладывайтесь ну по необходимости скажем так а чуряться там ко мне не подходить я причастился но это ну не нужно этого делать это уже определенная прелесть гордыни прелесть как вы можете со мной общаться или и тому подобное сколько раз в день молиться я сказал минимум два какое значение имеет имя при крещении или и при рождении значение имени ну ну какое обязательно мы должны по святцам как минимум детей называть это в идеале потому что день крещения день рождения они должны ближе быть к друг другу как минимум что вот вот это торжество было как минимум в первую очередь связано с духовным какое-то предназначение если там назвать ребенка там Васей то такая-то жизнь у него будет но нет конечно все в руках божьих и в наших трудах как и господь нас насильно не спасает так и греху не заставить грех не заставляет делать поэтому на имя мы выбираем по святцам как минимум так вопрос так дальше добрый вечер я хотела спросить после венчания мужчина мужчина будет менять это грех большой ну скажем так изменять в любом случае хоть венчаны хоть просто в браке грех называется измены прелюбодеяния вот а поймите что вот я всегда венчание таинство сравниваю с ребеночком господь дает нам ребеночка а как мы его воспитаем достойным человеком уважительным к другим или каким-то негодяем своим примером это уже зависит от нас господь благословляет в венчании брак создается малая церковь а мы уже ее созидаем или наоборот рушим своими скандалами претензиями забывая что во время венчания мы давали такое обещание Богу друг друга тяготы носить и пили общую чашу вины вина как вот символ совместной жизни как в радости так и в горе поэтому измена это всегда грех аборт это грех да очень большой загубленной жизни деточек как мужчина так и женщина если оступились в этом грехе то они каются до конца дней своих так настроение желаю всем спасибо господи за пожелания далее что делать если человек бесноватый если вы ответили я не слышала плохой интернет бесноватый что делать вообще надо определить бесноватый или он психически больной это разные вещи если тут вообще если бесноватый то это в монастырях проводится отчитка но если он просто в специфике нашего современного это переутомляется сильно нервный и это реально как-то медикаментозно немножко подлечить валерьянку пропить глицин персин еще какие-то и он более спокойно становится это первый вопрос если он допустим читает акафис слава богу за все или покаянный канон читает и в духовном плане он немножко успокаивается это еще один момент поэтому тут очень индивидуально нужно рассматривать именно на чем вы основываете что он бесноватый ну это не могу сразу так ответить что делать молиться о нем ему исправиться причащаться потому что мы иногда путаем некоторые понятия батюшка если можно помолитесь о здравии мы где-то ксения милан и александр покрепи господи и вас тоже ботаник какой-то ну вам видней какое значение мне прикрещение отвечал так дальше джейсон саунты ладно это глупости так побольше оба грамотных умных батюшек ладно дальше батюшка пожалуйста помолитесь о здравии ульяна никиты подкрепью господи а дома поминать при чтении псалтырисов можно тут не имеет значения дома это или не дома тут я еще раз подчеркиваю если это психически больной человек был состоял на учете психиатра то мы можем и отпеть и церковно молиться если это исключительный такой момент и там никаких скажем так оправданий нет то лучше не экспериментировать но если захотите напишите мне в личку или там есть и ватсап и на ютубе можно будет на меня выйти в контакте там номер телефона моего есть ну я думаю проще конечно вам на ютубе найти православный канал боголюб освящение константин мальцев может быть я скоро и на эту тему по суицидам тоже и видео сниму просто очень мало времени на все это так добрый вечер не господь можно ли мусульманом быть в церкви при похоронах но можно в принципе если их это не смущает ну пусть постоят другое дело как они молиться будут это ли это личное восприятие а поприсутствовать ну никто их выгонять не будет они такое же творение Божие как и мы так с праздника с праздником вот здесь мне нужно будет немножко и вам в том числе про терпение батюшка я православное по по близости нет церкви могу ли я ходить в костел там молиться к исповеди про с я понял вы за рубежом где-то живете поэтому у вас нет православного храма исповеди запрещаться конечно если вы православная нужно где-то все-таки ну хотя бы там раз в месяц или ну как к минимуму православный человек исповеди пречается четыре раза в году когда посты посты это сугубое время для нашей души хотя бы раз в посты ну найдите православный храм и ездите пречаться относительно помолиться в костеле ну тут очень такой риторический момент мы можем посетить костел но молиться это уже другой момент все-таки постарайтесь найти православный храм чтобы ну есть определенная духовная опасность чтобы где-то не повредиться так вы алкоголь пьете? нет не пью мне честно говоря и многие мои знакомые не хотят меня порой приглашать из-за того что знают мои негативные отношения к алкоголю батюшка вы зависли немного поэтому я не услышал ответ на мой вопрос если вы на него ответили извините спасибо но я уже не могу ответить отвечал или не отвечал Светлана лучше продублируйте это нет ладно батюшка скажите пожалуйста что делать если мать прокляла ну молиться о ней это скажем в духовном плане больной человек если он своего ребенка проклинает а вам безусловно исповедиться причащаться и я бы еще рекомендовал помолиться Киприану и мученицу Устини кстати сегодня еще вечера завтра день памяти и молятся всяких происков таких лукавых далее грех ли смотреть службы лежа на диване по телевизору ну я думаю немножко если ну думаю я вот для себя мне да это как-то стыдно там Слово Божие читается а я лежу такой расслабленный вместо того чтобы быть соучастником и помощником в том числе своей душе я думаю это такое неуважительное отношение к Слову Божию ну как минимум к труду священника поэтому ну нехорошо это точно привет привет батюшка биометрический паспорт по утверждению это печать антихриста вы знаете вот это вообще больная тема для многих биометрический паспорт ну давайте вспомним советское время когда там сер, молот и звезда была пятиконечная которая символизирует особенно перевернута знак сатаны да у всех был сегодня другой паспорт тогда даже не давали в храм ходить сегодня все могут свободно ходить в храм тогда можно было сказать что все антихрист пришел но не было проблем сегодня этот паспорт ну паспорт да паспорт вы же не отрекаетесь от христа понимаете вот во время крещения мы говорим отрекаясь от сатаны сочетаясь со христом когда мы берем этот паспорт или меняем там другой родной российский вы отрекаетесь не отрекаетесь поэтому это такой более технический момент чем духовный я бы сказал знаете вот скоро я так по новостям смотрю будет единый паспорт которым все будет и пенсион и водительские все будет типа кредитной карточки но у меня был опыт когда портмонея положил рядом с мерковлоновкой и у меня размагнитился этот чип в кредитной карточке ну нужно было ее восстанавливать поэтому из чисто технических я бы не хотел такой паспорт потому что он размагнитится а у нас в России попробую восстановить документы докажи что ты вообще человек вот из этих соображений я бы не хотел электронный паспорт а из духовной стороны ну мне как то я люблю господа господь милостив ко мне поэтому как это вообще связано с антихристом общая глобализация да когда пытается в мировых масштабах как-то контролировать человека так пожалуйста вы даже телефон выключите только батарейку не вытащите вас уже можно прослушивать это все знают уже поэтому в плане контроля глобального это да в плане печати антихриста думаю нет можно можно молиться за самоубийство я уже отвечал так как приказать сердце отпустить ту которую уже потерял два года назад а не надо отпускать это глупость зачем отпускать это вам человек дорог вот и молитесь о этом человеке и человеку будет хорошо от вашей молитвы и вам радости со временем и легче на душе станет поэтому молитесь о этом человеке баишка мама умерла 16 лет назад сколько прошу не прошу не снится вижу во сне вроде она а лица не вижу но знаю что мама что значит но вообще я не рекомендую никому толковать сны потому что может замудровать и лукавый может в том числе какие-то проськами своими во сне показывать то или другое я бы сказал так что усопшие чаще снятся нам как просьба помолиться о них если вам не снится ну слава тебе господи значит ей хорошо там а нужно ли чтобы она снилась она должна почему вам на панихиде или на отпевании вечная память вечный покой покой во царстве небесного вечная память чтобы мы не забывали приносить им пользу в наших святых молитвах поэтому ну не печальте что не снится это еще скажем так и неплохо так там вам тяжелее всех вы противостоите соблазнов ведь вы тоже люди да поэтому просим ваших святых молитв но каковыми как больше вы делаете добрых дел мы вспоминаем слова Иоанна Богослова вера без добрых дел мертво есть как только вы делаете больше добрых дел укрепляется наша вера а Господь сказал без веры невозможно угодить и Богу когда мы утверждаемся в вере укрепляемся тогда и мы приближаемся к Богу чаще исповедаться очищаться этой греховной гнили которую совершаем ежедневно сотнями соединяться с Господом достойно готовившись к причастию и вы сами видите насколько вы тверды и сильны внутри и не страшно ничего не будет не безысходно биологически кончинам ну и абсурдно тоже не надо лезть на какие-то проблемы вы давно стали священником борода кроткой 9 лет я как священник а борода не сильно растет я бы сказал так расскажите пожалуйста где находятся души усопших до страшного суда ну тут надо разделить до второго пришествия Христа или же по того как приставились если только человек умер до сорока дней еще именуется новоприставленным 3 дня душа находится блестела с 3 по 9 душе показываются райские пределы вот с 9 по 40 день здесь у святых отцов как бы тут чуть-чуть разделяется одни говорят что с 9 по 40 показываются адские муки а в 40 уже через мытарство к Богу ведется душа а другие святыцы говорят что и и мытарство и муки показываются с 9 по 40 то есть и так и так ну не могу сильно утверждать на эту тему очень есть хорошая книжечка мытарство блаженны феодоры рекомендую она конечно так немножко встряхнет я вас уверяю чтобы мы задумались о жизни вечной любовь какое значение имеет имя при крещении или при рождении я отвечал на этот вопрос я к имени сильно не привязываюсь то есть главное чтобы оно было спасаться и привязано к святому кому мы будем молиться скажем так нашему небесному покровителю батюшка что делать если я беременная я хочу я ночью кричу и ночью и призываю беса то что вы беременная я вас поздравляю деточка под сердцем это счастье а то что вы призываете беса знаете вот как пришла мысль молитесь призывайте бога креститесь а от креста всякая нечисть отбегает читайте псалом да воскреснет бог и я думаю Господь вас подкрепит вообще изначально вот есть такая ступень духовной немощи сначала человек сквернослойт потом чертыхается потом все остальное приходит когда звал он пришел вот скажите пожалуйста есть ли в мире справедливость есть есть справедливость поверьте и добрые люди есть другое дело почему мы редко сталкиваемся с какой-то справедливостью по двум причинам во первых мы сами порой несправедливо живем а второй момент Господь порой дает нам претерпеть здесь чтобы мы получили великую большую награду на небесах а справедливость есть вы знаете есть такой такая притча притча шутка я бы сказал так когда человек в автобусе едет и ропщет вот начальник злыдня жена сварливая дети непослушные все плохо за ним стоит ангел хранителя записывает начальник злыдня жена сварливая дети непослушные вроде уже это простил но раз просит надо опять выполнять поэтому просите более доброе все уже прекрасно знают и это доказано что наши мысли материализуются поэтому просите для спасения души каких-то по необходимости нужности решения жизненных проблем я думаю Господь управит и увидите эту справедливость потому что источник этой любви и справедливости Господь курить грех или не грех да грех вы убиваете свой организм и оскверняете свою душу почему потому что Господь вам дал все чистое и здоровое а вы пренебрегаете этим талантом так молюсь и раздаю милосево слава Боже можно можно ли после причастия ответил что можно прикладываться никак вы не осквернитесь батюшка добрый скажите можно ли развенчаться после развода если муж православный а жена католичка венчались в церкви ну я не знаю как это можно было венчаться потому что если это православное скажем так венчание было то в любом случае батюшка должен был беседы вести вы исповедицы причащаться должны были я не знаю как это так получилось что мимо батюшки все это прошло ну вот и вы венчаны были но скажем так в любом случае это нужно идти к священнику я думаю думаю даже может быть даже не нужно будет к архиерею обращаться потому что вы венчаетесь православной церкви его оба должны быть православной это как бы основной основной как бы требование что ли к этому таинству как бороться с маловерием я уже отвечал творить больше добродетели добродетели утверждаться молитвенно вот а вообще еще можно рекомендовать помолиться кому-нибудь из воинов допустим Александр Невский Дмитрий Донской да масса кого можно помолиться чтобы утвердиться и и когда как минимум вы проходите меня храмы перекреститься сказать Благодарю тебя Господи за все что ты мне даешь и радости и скорби потому что все не способно для врачевания души тобою так сейчас секундочку я отвлекусь и дальше буду читать одну секундочку одну секундочку прошу прощения сейчас 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 секундочку и говорит что самое на pivot Простите, пожалуйста, Христо ради, я немножко, чтобы вам было потом, как меня найти, я сейчас в комментарии скинул ссылочку на YouTube канал, там сможете, если захотите, зайдете, кто захочет, подпишется, а там, для чего я сделал это, там будет вверху такие ссылочки в ВКонтакте, в Одноклассниках, на Инстаграме, если кто-то захочет какой-то личный вопрос задать, там, можете потом в WhatsApp написать, я думаю, если кому-то пригодится, буду искренне рад, там в комментариях будет ссылочка на YouTube канал, ну давайте дальше пойдем по вопросам, прошу прощения, что отвлекся, так, это я отвечал, далеко меня только, так, крестики далеко, крестники далеко от меня, только молюсь, но слава Богу, что молитесь, если будет возможность, конечно, посетите своих крестников, расскажите о вере, нужно, конечно, трудиться, воцерковлять своих деточек, так, так, курение это самоубийство, а самоубийство страшный грех, да, курение это постепенный суицид, скажем так, батюшка, как от блуда избавиться, каяться, в первую очередь, как я уже говорил, молиться Марии Египетской, которая, почитайте житие ее, очень так созидательно будет, и, я думаю, Господь управит, если вы будете трудиться, вообще, очень, вот этот грех связан, в том числе, с нашим питанием, может немножко воздержаться от мяса, почему в пост-то никто, тоже не кушаем, во-первых, это как видимый грех, а вообще, есть глубокий смысл, тоже, относительно питания, я думаю, тут, как духовник вам благословит, наверное, так и поступите, ну, читать Мария Египетская вполне было бы уместно, в каком приходе служите? я служу в Ейской Тимошевской епархии, умацкой благочиния, храм новомучника, исповедника в церкви русской, ну, вот, если будет желание, приезжайте вместе, помолимся, батюшка, как вы относитесь к фильму Матильды? это крайне отрицательно, а вообще, так никак не отношусь, слава богу, я там никакой роли не играл, вот, почему отрицательно, потому что, во-первых, это глумление над памятью святого императора, последнего царя, которого убили, скажем так, чтобы закончить православие в России, второй момент, очень много исторического искажения, чрезмерно художественного вымысла много, я сам не ходил, говорю вам честно, кроме трейлера я не смотрел ничего, связанного с Матильдой, и, как ребята молодежного православного центра, которые я возглавляю умыцкий благовест, ни прихожане, ну, если только не лицемерно, скажем так, но никто не ходил, я считаю, что мы, как православные христиане, мы должны проигнорировать этот фильм, дабы, как минимум, самим не повредиться от какой-то лукавости этого фильма, так и не быть спонсорами, которым мы платим за билет просмотра, чтобы не сняли за наши деньги следующую какую-то вот такую вот духовную гниль. Поэтому я никак не отношусь к этому фильму и не хочу его видеть. Привет, Поп, привет. Если вообще Поп это не обидное наименование, Поп переводится пастырь и овец православных. А вот достойным им быть пастырем и духовных, скажем так, овец привести в Царство Небесное, это еще нужно потрудиться и быть достойным пастырем. Главный пастырь – это Господь, поэтому на Него и равняемся, Его во время литургии прообразуем. Такой опиум, читайте Библию, делайте выводы сами. Были уже такие, которые сами читали, столько уже ересей, особенно взять из Вселенской соборы, мы явно видим, что там люди много чего читали, а таких дров наломали, что не дай Боже никому. И сегодня повторяются эти же ереси, которые уже были упразднены. Поэтому Библию читать нужно. Я, в принципе, с Сергием согласен, но есть определенный многовековой опыт, пережитый святыми отцами, вообще в совокупе всей полнотой Церкви. Выводы тоже нужно делать, я согласен. Но не зря апостол Павел написал, что молитесь о наставниках, учителях ваших. Почему? Да потому что они помощники были в духовном становлении. Почему православие допускает кощунство в отношении праха святых? Не знаю такого. Это разве по православному открывать, отрывать части умерших? А мощи вы имеете в виду, когда... Ну, во-первых, хороший вопрос вообще, я вам так скажу, благодарю за этот вопрос. Ну, скажем так, это не кощунство. Этому есть основания, и Господь многим святым открывал это. Если бы не было на то промысла Божьего, скажем так, вообще и мощей бы не было святых. Давайте объективно скажем. Ну, надо распределить. Потому что некоторые думают, что мощи – это только лишь останки нетленные. Бывают нетленные, бывает часть мощей, как, допустим, Владимир говорит, разделяет и развозит. Но, опять-таки, это сегодня мы можем сесть на сополе, там, в Грецию слетать, к целитию Пантелеймону в голове приложиться, да? А когда это не было возможно, как было без каких-то святынь утверждать? И чудес сколько было? Сейчас их меньше почему? По нашему маловерию. А раньше от каждой святыни Господь много чудес давал. Это сейчас мы уже мудруем. Нужно, не нужно. Хотя бы берется восковая монетка и прикладывается к мощам. И вот то, что остается, это уже частичка мощи. Хотя бы такая святынечка. Это уже хорошо было бы, если бы в храме. Допустим, мне, Господи, в нашем храме есть некоторые такие частички мощи. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Вы продублитируйте, пожалуйста, с именем Та ваш вопрос. Я, может быть, не ответил. Баишка, помолитесь, пожалуйста, за моего сына Димитрия. Постоянно болеет. Врачи Господи Димитрия. Баишка задавала вопрос. Вы мне не ответили. Я задал вопрос. Вот именно как вы писали на латинице. Я ответил, что старайтесь хотя бы раз пост причащаться и исповедиться в православном храме. Может быть, он далеко, но Господь никогда не говорил, что в Царство Небесное можно легко войти. Баишка видела в храме, как прихожане сначала приносили в храм просворки, а после службы забирали. В каком случае так происходит? Скажем так, я не знаю, как это они, где брали эти просворки бронсили. Скажем так, просворочка – это наша бескровная жертва, из которой вынимается маленькая такая частичка. И потом эти частички, называются имена на каждую частичку. И эти частички уже потом высыпаются в потир, уже с причастием. Со словами «А мой Господи, грехи, честной своей крови, молитвенности святых, от века благоводивших». Поэтому просворочки, да, мы потребляем со святой водичкой, есть молитва на потребление этого. А как бескровную жертвой мы приносим свечку, просворочку. Поэтому зачем уносят? Ну, дома натощак со святой водичкой потреблять. Кто такие старцы? И почему они все знают обо всем? Откуда дается им такое знание? Ну, чтобы вы понимали, кто такие старцы, тут нужно разделить. Есть старцы по возрасту, скажем так, которые уже и жизненный большой опыт мудрости имеют. И также им Господь открывает, особенно это монашествующих много старцев, потому что они всю жизнь, может быть, даже не всю жизнь, но большую часть ее находились в молитве, в посте, в монастыре чаще всего. Вот, и очень они достаточно образованы были. Какие-то свои труды оставляли. Почему все знают? Потому что Господь их выразумлял. Так, откуда дается им такой знат Господа? Дальше. Так, это уже отвечал. По крещению я Варвара, при рождении, любовь. А, почему разная именно в этом любовь? Простите, может, неправильно понял вас. Ну, любовь есть такая у нас одна из святых. Вера, Надежда, Любовь. Почему Варвара вас назвали, я не знаю. Есть такое лукасство у людей, типа, я дам другое имя, скажу батюшке, чтобы назвал другим именем, или даже скажу, что моего ребенка зовут, и он другое имя будет давать. Чтобы лукавый не знал второго имени. Ну, это глупость. Лукавый всегда рядом, как и ангел стоит, и все знает. Обмануть кого хотите, батюшка, может, обманете Бога, и лукавого не обманете. Поэтому, ну, Варвара, значит, молиться о вас, святца, как о Варваре. Так, осталось ли причаститься к Христу, какой залог в сердце, при чем тут руки и иконы? Честно говоря, не совсем понял вопрос. Понимаете, если мы берем иконы, то первые иконы в Скинии появились. Это и на ковчеге, в котором лежали, скрижали Божьи заповедями первые, вот изображения святости. А Скиния по слову, по повелению Божию было создано Моисеем, как первый храм. Если мы говорим иконы, тут нет вообще вопроса. И обрус нерукотворный Христа. А Дамасу, чего можно привести к тому, чтобы к иконам, иконы имели бы место быть. Я уже молчу, сколько чудес, и какие чудеса бывают от образов, которые, опять-таки, прославляют Любой Божию. Руки икон, залог в сердце. А это, наверное, еще вопрос к тому, что можно ли прикасаться к рукам, целовать священника. Вы знаете, тут вот, когда священник благословляет, давайте вот немножко образуемся. Вот складывает священник вот так пальцы, да? И, И, С, Иисус. Х, И, Р, Христос. Священник благословляет именем Божьим во имя Бога, благословляет Отца и Сына из Того Духа. То есть, тут нет вообще проблемы. Вы целуете не священнику руку, а прообразную Христу. Если он в облачении, там, поручит, ну, целуйте крест, если у вас какое-то вот мудрование в этом вопросе есть. Я думаю, все допустимо. Так, дальше. Я в шоке, но папа увидеть тут не ожидала. Я-то вот уже в шоке. Я вас тоже сегодня еще не ожидал, увидел, слава Богу. Так, простить человека можно, а как простить себя? Ну, вот тут хороший вопрос, как простить себя? У меня был такой в жизни опыт, когда мне тяжело было простить себя. Но, понимаете, когда Господь прощает тебя, дает тебе шанс исправиться после того, как ты сугубо оступился. Я думаю, нужно это оценить и сделать анализ, вывод. И через это падение, да хотя бы вот я говорил, что я на спорт, да, курил один раз в жизни, десять дней. Я вот теперь искренне призываю всех своих знакомых, мало знакомых, не губить, и вас в том числе, не губить свое здоровье этим пагубной, глупой привычкой, грехом. Поэтому простить себя. Господь сказал, прощайте 70 крат седмерицию, то есть 70 на 70. А себя простить, каяться, Господь должен простить в первую очередь, тогда и мы себя простим. Но пометовать о своем падении нужно. Это не имеет значения. Вы знаете, мне когда-то Господь сподоял побывать в Израиле, гробу Господню прикоснуться к святыням. И вот у нас был гид, его звали Моша, и я вот его спросил, а для вас обидно, когда вас называют жиды? Ну, это не к тому, чтобы его обидеть, а просто для общего развития. Он говорит, а вам обидно, когда вас поп называют? Я говорю, я равнодушно к этому отношусь, если я тем более глубокий смысл перевода этого знаю. Вот это для нас, жить не обидно, а жить яра обидно, то есть это как оскорбление. Тоже как для вас, не поп, а попяра, допустим. Поэтому, ну, поп да и поп, слава Богу. Если я заслужу именно высоко так вот подняться, чтобы быть на самом деле пастырем добрым, чтобы не я там как-то хвалился, а мои добродетели обо мне говорили, слава тебе, Господи, ну, значит, поп. Так, грубить, ты не нужно, грубить. Так, ладно, дальше я здесь увидел, даже я, который... Так, причем тут уважение, просто в шоке. Я так чувствую там вопросов, уйма. Я очень много останавливаюсь. Так, друзья мои, так, а мы что, уже целый час общаемся? Вы уже, наверное, устали. Давайте я еще тогда несколько вопросов отвечу, и мы будем завершать. Так, быстренько промотаем, промотаем, промотаем. Это отвечал, это мне было бы ночью кричать. Рву крестик. Это мне больно, вот я ночью кричу и рву крестик. Обязательно молитесь, причащайтесь, особенно в вашем положении с деточкой. Так, выйти независимо, то предложение любви Богу от его приглашения есть. Так, ладно, поехали дальше. Что после аборта не отмолишь грех. А что после аборта не отмолишь грех. Понимаете, вся грех должен иметь противовес. Но давайте минимум и максимум возьмем. Убийство ребенка, с одной стороны. Как можно равно, скажем так, с другой стороны. Это взять ребенка с детского дома и стать ему достойным родителем. Это вот с другой стороны. То есть, вы одну загубили жизнь, другую созидаете. В малом согрешили. Также в малом, как минимум, каждую испыть. Каялась, Господи, в этом грехе. Еще раз каюсь. И опять-таки творите какие-то добрые дела относительно детей. Детский дом, какие-то продукты даете. Любую добродетель, связанную с ребенком. Не обязательно это соседский ребенок, или это детский дом. Но все, что связано с детьми. То есть, вот вам постоянный противовес. Где-то пали, где-то восстали. Где-то оступились, где-то возвеличились. Поэтому должно быть противовес от того, что батюшка в эфире. Анечка, я тоже в шоке. Что не все еще рады видеть батюшку в эфире. Так, дальше, 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 дальше. В какой случае, так я отвечал. Спасибо, что дублируете вопросы. Так, дальше, дальше, дальше. Отвечал, 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 отвечал. Так, плохо в церкви. Итак, если человеку плохо в церкви, что это значит? Может по-разному быть. Может элементарно физически, душно. Или как-то у него проблемы с легким. Ему ладом тяжело дышать. А если с духовной стороны, то такая вот начинается очистка, если можно так сказать. Потому что душа, она как сосуд. Она или больше грехом не заполнена, или добродетелю. И когда начинается какой-то фильтр работать духовный, то мы, естественно, вот хотя бы взять, да, человек, который не курит. При нем начали курить. Он что делает? Он кашляет. Потому что отторжение идет этого запаха, этого дыма. Так и здесь у вас начинается очистка. Так, иди спать, малыш живет. Ну пусть, ну чего вы. С любовью надо относиться друг к другу. Вы ребенок, что вы пишете. Так, дальше, 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 дальше. Так, а если при входе в церкви слезы, а потом как между небом и землей. Это хорошо. Многие молятся о слезах покаяния. Это неплохо, когда мы в храме сокрушаемся, и как минимум наша душа сокрушается, а наша жизнь, которую не всегда мы нравственно и хорошо ведем. Так, благословище, Батюшка, Бог благословит. Как вы понимаете слова из Евангелия о заплатке и старой одежде, и молодой вине, и старые меха, прорвутся, и как толкуются эти отцы. Вот, вы знаете, хороший вопрос, безусловно, Андрей, благодарю вас. Но он очень расширенный. Тут, наверное, вот как минимум полчаса только посвятить этому ответу нужно. Давайте вы мне продублируете этот вопрос, и я вам потом в личке отвечу, потому что это большая даже тема. Не из-за того, что я что не знаю, из-за того, что это очень много. А я уже хочу, чтобы люди устали. Да и я, честно говоря, сегодня я в одном храме служу, в другой строю в честь покрова. Поэтому сегодня перенасыщенный день был службы, треп и тому подобное. Баишка, у меня рак. Я могу просить у Бога помощи, чтобы он меня вылечил. Вы знаете, я свидетель одного случая, когда женщина излечилась от онкологии третьей степени. Вот могу твердо утверждать, что Господь милостив и чудес он много делает. Но эти все чудеса по нашей вере. Она как к медицине прибегала, так и в первую очередь в молитвенно трудилась, ну, духовно трудилась, одним словом скажу. Поэтому не унывайтесь надежда. Господь милостив может и слечить вас. Но и врачи не отвергайте. У них свой талант, который им Бог дал. Так, Ансимай, в деле вашу молюсь, поздравить, спасе Госы. Благодарю. Так, можно ли покреститься, но без родителей в церкви? Давайте отвечу немножко двояко. Если вам лет 16, то можете и без родителей. Крестные родители уже как бы с этого времени практически не нужны. Вы уже более-менее взрослый человек. Особенно, если это 18. Лучше 18. Вот. Если вы какая-то там детюшечка, еще там летом 13-14, то нужны крестные родители. Поэтому вообще, в обязательном порядке, крестные родители один нужен. Если вы не можете двоих найти. Я думаю, все у вас получится. Так, ну давайте еще несколько выпанчивать. Аль, о моей маме Лидии. Сыночек плохо спит. Что делать? Я думаю, если он маленький сыночек, читайте, а лучше пойте молитву Божией Матери. Богородься, Дева, радуйся. Это и молитесь, и как колыбельную ему поете. Вот. Водичку святую ему на ночь давайте. Так. Сколько лет, как вы стали батюшкой? Ну, друзья мои, давайте вот последний я этот отвечу. Потом, если захотите, ваши вопросы в личку мне напишите. Или здесь, в Одноклассниках, или же ВКонтакте, в Фейсбуке, Твиттере. Ну, я практически во всех соцсетях есть. В WhatsApp, Viber и Skype везде есть. Еще раз, вот я скидывал там ссылку на YouTube, свой канал. Там будут вот эти все ссылочки находиться. Пожалуйста, кто захочет, заходите. Давайте вот это, последний вопрос, Надежда. Сколько мне лет? Мне 33 года. Как вы стали батюшкой? Вообще, у меня папа священник. С одной стороны, пошел по его стопам. С другой стороны, у меня папа в свое время большие должности в правительстве занимал. Ну, вы знаете, часто стремятся к деньгам. Денег очень много было. Ну, в месяц для кого-то много, это большая сумма, для кого-то нет. В месяц семейный бюджет там больше 300 тысяч был. Но, поверьте, вот чем больше было денег, чем больше было власти, грех винопития был, какие-то там вечные побои, там все летало в доме. Понимаете, от того, что были деньги, счастья не было. Чаще всего, вот поверьте, и с кем я общался, у кого какие-то есть деньги, они же не живут счастливо. Они вечно оглядываются, боятся, что кто-то что-то у них заберет или вообще выкрадит и тому подобное. Да, они могут позволить себе какие-то машины, дома, поездить по миру, но большого спокойствия у них нет. какие-то возможности есть, но спокойствия нет. Ну, нужно ли жить в постоянном, в таком сумасшествии или в напряге, в напряжении, в духовном, физическом, в таком полусумасшествии, я думаю, не нужно. поэтому папа со временем все дальше и дальше отходил от всех этих моментов и пришел к Богу. Для меня это очень был показательный момент, что он смог отказаться от власти, от денег и посвятить свою жизнь Богу. Вот это один из фундаментальных моментов был. И мне это очень близко было. Когда в очередной раз папа сменил там работу, то был директором там, то там директором. И когда он пришел в храм, я еще, честно говоря, из-за своего возраста не понимал, что это уже навсегда. Но я понимал, что если папа сменит работу очередную, очередная у него будет, я не хочу больше менять. Вот мне здесь нравится. Для души, для мозга. Мне вот хорошо было. Поэтому я пошел этим путем священника. Священники разные есть, хорошие есть. Может кто-то отступается. Но судить, скажи, слава Богу, не нам, а Богу. Кто какой и с чем в своем сердце и в своем уме. Но простите, если я кому-то не в палате ответил на вопрос, кому-то вообще не успел ответить на вопросы. Рад был с вами пообщаться. С вами будет священник Константин Мальцев. Храни вас Господь мира вам и любви. Аминь.